В последний день весны 1991 года киевлянка Яна Петражицкая, выпускница Национального авиационного университета, подарила супругу Сергею, дочь Дарью. Вспоминая о детстве, звезда театра и кино впоследствии рассказывала, что ее семья жила не бедно, но экономно. Цену деньгам и тому, как они непросто даются, девочка узнала от отца. Впоследствии привычка не раскидываться финансами и не тратить их на ненужные мелочи выработалась у нее на всю жизнь. По окончании среднего учебного заведения девушка поступила в кнутки имени Ивана Карповича Карпенко-Карова, где внимала преподаваемым знаниям и оттачивала актерское мастерство под внимательным взором наставника Олега Никичича Шаварского. В 2012 году, получив на руки заветный диплом о высшем образовании, Даша связала свою творческую биографию с Тюзом на Липках, где трудится и поныне. Личную жизнь в украинской красавице, внешне напоминающей титулованную австралийскую актрису Марго Робби, сейчас предпочитает не афишировать и новостями из нее не делится. Хотя раньше она не считала, что счастье любит тишину и активно публиковала в социальных сетях фотографии с бойфрендом, с которым встречалась больше пяти лет. По всей вероятности, в 2012 году сердце Петрожицкой было никем не занято, ведь в конце 2019 она рассуждала в интервью о любви и мужчине мечты. Я убеждена, с милым рай и в шалаше мои родители так жили, я считаю это реально, но сейчас совсем другие ритмы, поэтому важно найти своего милого и уже с ним строить рай в шалаше. Гораздо больше в фейсбуке и в инстаграме снимков с друзьями совместного отдыха и путешествий с ними, а также с работой. Рост Дарьи составляет 171 сантиметр, а вес 53 килограмма. Девушка привыкла не скрывать от поклонников собственные пристрастия и фобии. Она откровенно призналась, что боится насекомых, мечтает обладать суперсилой, телепортацией, обожает сладкое, танцевать и кататься на роликовых коньках, а каждое утро начинает со стакана воды натощак. Практически одновременно со стартом театральной карьеры началась и кинематографическая. В 2013 году талантливую Петрожицкую пригласили в 21 серию под названием «Только мой» и второй части «Женского доктора». Мелькнув в эпизодах «Гражданина Никто» и «Черного цветка», Дарья засветилась в продолжении медицинской мелодрамы. В дальнейшем ее фильмография обогатилась в кафе на Садово, повествующем о судьбах трех официантках, конвоем, рассказывающим о военном подвиге группы советских солдат, «Псом-4», где главным героем является немецкая овчарка и человеком без сердца. Но наиболее яркий проект, в котором снялась Дарья Петрожицкая, является на сегодняшний день украинский сериал «Папик», в котором она очень талантливо исполнила роль молодой красотки по имени Елизавета. На этом биография Дарьи Петрожицкая подошла к концу. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, пока!